Ну вот часто, когда я выступаю, мне задают вопросы, ну там, да, в связи с Крымом, когда это была полная эйфория, а я как-то пыталась говорить, что вообще-то это довольно опасно, никому не нужно. И, знаете, люди звонили и говорили, а мы ничего, мы готовы пожертвовать собой, вот мы были бедные, останемся бедными. Но зато Крым это наше святое и так далее. То есть какое будущее тогда своим детям люди обрекают тоже на бедность? Во имя чего? Чтобы кусок этих камней под названием Крым был в составе России? Да, ну поезжайте туда отдыхайте просто так. Это всегда было возможно, и музеи там все работали, и, пожалуйста, домик Волошина, и Чехова, все что угодно, это море, красота и так далее. Понимаете, вот где нам с детства дают ложные ориентиры, где мы сами не сознавая, ну, собственно, себя прием сюжету, во имя чего? Честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту. Я тоже не понимаю, что это неизбежно. Я не понял, я не понял. Я думаю, что разделится по Уральскому хребту. Ну, я имею в виду, что, с моей точки зрения, что при том, как сегодня происходит развитие экономики, и в том числе развитие Дальнего Востока, мне кажется, абсолютно неизбежным, что так или иначе Сибирь станет какой-то частью, ну, экономическим каким-то вассалом Китая. Мне кажется, это абсолютно неизбежная вещь. А вот еще волшебные мысли высказывают наши соотечественники. Например, Александр Минкин, журналист. Может, лучше бы фашистская Германия в 45-м победила бы СССР? Не слабо. А вот Евгений Ихлов, правозащитник, эксперт движения за права человека. Генерал Власов был прав. Лучшая участь для нашей страны – это разделиться на этнические государства, высшим достижением которых будет интеграция в Западную Европу на правах трудновоспитуемых младших братьев. А вот посмотрите, как формулируют свои мысли по этому поводу люди, собравшиеся на форум «Свободная Россия» в городе Вильнюси. Мне кажется, нужно некую такую самооккупацию осуществить. Что это означает практически? Практически это означает, что, условно говоря, функции избиркома передать ПАСИ. Саму избирательную кампанию проводить под безусловным контролем, а может быть, даже организацией, международных каких-то организаций. Функции конституционного суда передать ГААГи какой-нибудь. Да, это добровольный отказ от части суверенитета, то, что сделали огромное количество европейских стран, вступив в европейское сообщество. Только мы это должны сделать добровольно, прекрасно понимая, что у нас есть такого рода риски, что мы больны шизофренией и, в общем, видим то, чего нет в реальности. Внешняя сила – это единственный способ решения проблемы, и с этим надо смириться. А решать, как это будет устроено, я очень надеюсь, это будет происходить так же, как происходило в Германии и в Японии послевоенной. Ждать чуда не имеет смысла. Решение проблемы только внешней силой. А вот что вторит в пандан тем, кого вы сейчас только что слышали, журналист Андрей Мальгин. Вот что он говорит. Вот я бы лично отдал под международное управление всю Россию целиком. Посмотрите, какая потрясающая логика. Какая, вы знаете, даже, ну просто, ну так сказать, восторг охватывает. Это позиция риэлторов. Просто такая риэлторская коммерческая позиция. Отдать, ну и получить процент. Мы управлять этим не умеем, народ, мы это не любим, не знаем, не хотим этой ответственности. Не надо нам этого. Просто надо это развалить. Вы приходите, забирайте. Ну, а мы за посредничество можем получить какой-то процент, чтобы просто наблюдать, как все это будет происходить дальше. Потрясающий, потрясающий.